Ребята, всем привет! Меня зовут Аннет, и я рада видеть вас на своём канале. Сегодняшнее видео у нас будет о том, что в моём телефоне, что в телефоне человека, который увлекается кей-попу, и в частности BTS. Пожалуйста, погода, не греми, я видео снимаю. Если вы услышите какие-то посторонние звуки, типа звуки конца света, там молния, апокалипсис и дождь, который стучит по окну, прям долбит. О, и сейчас так сильно молния сверкнула, вообще немножко мне не по себе. В общем, прошу прощения. Те, кто за мной следит, то уже, наверное, в курсе, что у меня iPhone 11 в сиреневом цвете, и да, если вы думаете, что я специально отделась под цвет iPhone и постаралась делать всё в одной цветовой гамме, то вы правильно думаете, мои хорошие. И да, как вы видите, у меня телефон украшен хосоком, и у меня есть даже целое отдельное видео про то, как я украшаю чехол для телефона. Я постараюсь оставить ссылочку либо в подсказках, либо в описании к видео. Всё. Небольшой спойлер, здесь не будет таких приложений из разряда топ-10 приложений, которые там изменят вашу жизнь, топ-10 приложений, о которых вы не знали, топ-10 приложений для обработки фото. Нет, здесь будет как раз всего понемножку. Большинство из этих приложений наверняка знакомы вам, а может некоторые для вас, наоборот, будут новыми, и что-то вы почерпнёте из этого видео для себя. Всё-таки иногда мне приходят запросы на то, где я обрабатываю свои фотографии, где я обрабатываю там видео для сториз в Инстаграм, для ТикТока даже, да, иногда я сижу в ТикТоке. У меня телефон на 128 гигабайт, мой предыдущий телефон iPhone 7 тоже был на 128 гигабайт, я просто пыталась вспомнить, какая у меня модель телефона была. И могу сказать, что этого, ну, не очень много, вот прям тютелька в тютелька, прям впритык. Потому что я тот человек, который много фотографирует, много снимает видео, я тот человек, который когда-то ходил на концерты, снимал видео, знаете, там снимала влоги. Вот было такое время, когда я куда-то ходила, было такое время, когда все люди куда-то ходили, представляете? Я не верю вообще, что такое было, но вроде потихоньку, да, начинают снимать на всё ограничение. Не знаю, во что это обернётся, но не суть. Моему телефону около двух с половиной месяцев, потому что я покупала его ближе к апрелю в качестве подарка на свой день рождения. И могу сказать, что он уже много чего повидал, он много раз уже полетал, пару раз попадал, землю упал. И несмотря на то, что я ношу его в чехле, у него уже по бокам всё равно появляются такие маленькие микроцарапинки. Поэтому я всегда ношу в чехле. Сегодня, кстати, надела новенький прозрачный чехольчик, это у меня второй чехол по счёту из восьми прозрачных, которые у меня имеются. Очень много раньше видео снимали подобного рода, я думаю, те, кто постарше, то это застал. И снимали ещё, помните, видео такие, моя коллекция чехлов. Но я так подумала, как-то про восемь прозрачных чехлов снимать видео не очень интересно будет. Я опять такой человек, который слишком долго болтает. В общем, предлагаю вам не задерживаться и уже приступать к полноценному просмотру видео, что в моём телефоне. И я вам хочу пожелать приятного просмотра. Итак, давайте ещё раз я вам покажу, как мой телефон выглядит с задней стороны. Я вам уже показывала, да, что у меня здесь хосочек на данный момент и как он у меня выглядит спереди. Сейчас у меня на заставке стоит бантан. Это у них фотосессия к фесте. В принципе, вы эти фотографии наверняка уже видели. А если не видели, то я вам расскажу, где я их, собственно, брала. И, грубо говоря, у меня здесь получается четыре, ну, рабочих стола, назовём это так. Здесь это стандартный идёт в телефоне. Тоже стандартная, грубо говоря. Здесь у меня расположены всякие папочки, о которых я вам в ближайшее время расскажу. И четвёртый я сделала специально такое минималистичное, чтобы я могла, если что, любоваться своими заставками к телефону. Я просто здесь ставлю обычное рандомное приложение, и этого мне, в принципе, достаточно. Сейчас я здесь поставила специально нейтральную заставку. Я думаю, эту остановочку многие армии уже узнали из РС Принг Дэй. До этого у меня стояло расписание к фесте, но оно слишком такое аляпистое, и я побоялась, что будет вам рябить глаза. И мне во время съёмки видео, и чтобы оно не сливалось с приложениями, поэтому я решила поставить что-то нейтральное. Постараюсь обо всех приложениях рассказывать коротко и ёмко, иначе я боюсь, что это видео может затянуться на час. Что я могу сказать по поводу этого рабочего стола? Оно у меня всегда стандартное, сколько у меня не было бы девайсов от Apple, вот эта страница у меня практически остаётся неизменной. То есть я всё ставлю именно в таком порядке, изменяя, ну, какую-то часть приложений, а всё остальное как бы стандартные приложения айфона. И что же у нас тут получается? Сообщения, календарь, фотографии. Фотографий у меня очень много. Несмотря на то, что я не стала переносить фотографии со старого телефона на этот, я уже свою фотоплёнку успела захламить всякими сохранёнками. Дальше у нас камера, погода, часы, будильник, таймер, там всё подряд, сами знаете, калькулятор. Майл.ру. И, как вы видите, у меня здесь есть Яндекс.ру, и также у меня есть Gmail, у меня есть три почты. Я их использую как бы в таком количестве для безопасности, или одну я использую почту как более, скажем так, деловую, а другую для всяких рекламных рассылок. Ну, как бы здесь уже рассылочек мне рекламных наприсылали. Хотя я знаю, что они отключаются, и я как бы постепенно стараюсь отключать эти рассылки, но как бы иногда они как-то сами подключаются. Поэтому я использую несколько почтовых ящиков для разных, скажем так, поисковых систем, потому что, ну, это удобнее как бы в трёх разных приложениях. Можно, конечно, с одного приложения несколько профилей создавать, но как-то что-то... не добрались у меня до этого руки. Ещё маленький совет по поводу всяких почт или аккаунтов. Где есть возможность двухфакторной защиты, то ставьте двухфакторную защиту, то есть выводите пароль, и также вам приходит на номер телефона ещё один пароль, который выводите, и входите там на почту или там тот же аккаунт YouTube. Дальше что у меня идут? Заметки. Заметками, кстати, я пользуюсь очень часто. Я пишу либо черновики постов для Инстаграма, либо я пишу список фильмов, например, и иногда пишу, какие я хочу посмотреть. Правда, я фильмы ни черта не смотрю в последнее время, потому что этого времени, собственно говоря, нету. Иногда я пишу какие-то планы на неделю, хотя я не суперпланировщик, поэтому я пишу так в заметочках, типа, что надо сделать, что надо купить, и, собственно, это и стараюсь сделать. Конечно же, нет. Дальше у меня, значит, идёт Apple Music, App Store и iTunes Store. И вообще, приложения, которые связаны с музыкой, тут, конечно, у меня всё очень мудрёно. В Apple Music я, если честно, признаюсь, не так уж и много музыки покупаю. Как видите, вот у меня тут только альбомы BTS, ну и ещё несколько групп. Объясню, почему. Ну, во-первых, я не богачка, во-вторых, я пользуюсь музыкой чаще всего через приложение Boom. Насколько вы знаете, приложение Boom привязывается к странице ВКонтакте. Как в Apple Music можно оформлять ежемесячную подписку? Как в приложении Boom можно оформлять ежемесячную подписку? Ну, например, в Boom я не вижу смысла оформлять подписку, да, потому что она позволяет слушать музыку там без рекламы, позволяет слушать музыку оффлайн. Но я, например, плачу огромные деньги, ну как огромные, ну просто я плачу за интернет, и мне как бы нужно же куда-то девать трафик, поэтому я, например, его трачу, прослушивая музыку онлайн ВКонтакте. А если я буду, получается, покупать подписку, еще при этом платить за интернет, и, получается, я не буду расходовать трафик, за который плачу, получается, деньги на ветер. Я стараюсь поддерживать тех исполнителей, которые мне интересны, да, я покупаю музыку, я покупаю альбомы, покупаю мерч в безумных количествах, поэтому я стараюсь делать все возможное. На всех любимых исполнителей я, к сожалению, не могу разориться, извините, я слишком бедная для этого. Также у меня есть еще два интернет-браузера, они называются Aloha и D-Manager. Их я использую, если хочу скачать, например, видео, или если я нашла, например, на ютубе какой-то ремикс песни, а если мне какая-то песня очень нравится, но она немножко мне надоедает, я люблю искать к ним ремиксы. А, как правило, да, там на iTunes или в Boom или ВКонтакте нет этих ремиксов, поэтому я их, как бы, конвертирую в этих приложениях, скачиваю их сюда в браузер. Кто-то может сказать, что для этого есть, как бы, от Apple приложение файла, называется Files, но мне немножко неудобно им пользоваться, мне не нравится у него именно интерфейс, ну, то есть, как-то он все вперемешку, и музыку, и видео, и, короче, все подряд, и как-то, да, вот я иногда видео скачиваю. Иногда я какие-то видео обрабатываю, там, иди-то делаю, все такое, то есть, ну, как-то вот он не нравится, неудобно для меня, поэтому я использую этих два приложения, просто потому, что не всегда одно из этих приложений может скачать или конвертировать какую-то музыку. Иногда в этом работает, когда конвертируют видео, иногда в этом. Это, конечно, все тоже не очень хорошо, но я вам говорила, да, что я не могу на всю музыку в мире разориться, тем более, если я слушаю ремиксы. Или хочу просто скачать какое-то смешное видео из интернета, сохранить его себе на телефон. Итак, далее у нас идет Pinterest. Про Pinterest, я думаю, многие наслышаны, для меня это такой генератор идей, где я могу бесконечное количество искать вдохновения на любую тематику, но, как правило, поскольку я увлекаюсь кей-попом или увлекаюсь, там, все, что связано со шмоточками, или все, что связано, там, с косметикой, с макияжем, то мне в рекомендациях и выдается что-то подобное. Если вы, там, ищите рецепты, то вам будут выдавать рецепты. Если вы ищете, там, идеи для дизайна интерьера, то вам будут выдавать идеи для дизайна интерьера. Вот я в последний раз, видимо, искала Юнги, поэтому мне постоянно в рекомендациях выдает Юнги. Ну, ладно, иногда еще выдает Юнг и всех-всех-всех остальных. Это приложение удобно тем, что картинки можно сохранять себе на доске, в папочке, прямо в приложении, ну, то есть, грубо говоря, сохраненки. Знаете, если я стараюсь этому приучать, чтобы лишний раз ничего не сохранить в телефон и не засорять свой фотопоток, я в итоге сохраняю в этом приложении и себе на телефон, и, короче, у меня все засоряется. Так, конечно, можно тут залипать очень-очень много. Еще я часто ищу фотографии раскладочек, потому что тоже люблю делать раскладки для Инстаграма, и меня, в общем, это очень-очень вдохновляет. Так, дальше у меня Ютуб, ну, собственно, Ютуб, да, это приложение, через которое вы смотрите меня прямо сейчас. И Ютуб это, как бы, моя часть жизни на данный момент. Дальше у меня идет папочка, называется Фото и видео. Я не знаю, почему она в этом месте у меня. И здесь у меня осталось не так много приложений, потому что, на самом деле, их было в разы больше, но я оставила только самые необходимые. Первое приложение это PixArt, я думаю, многие про него знают. Давайте я вам расскажу про маленький лайфхак. Я думаю, вы про него наслышаны, про эту обработку, когда чаще всего хосок обрабатываются всякими цветными наклеечками. Так, в этом приложении вы нажимаете на кнопочку Stickers и вбиваете слово либо Kit Core, либо Hobby Core, и он выдает вам вот такое количество детских наклеечек, бесконечное количество, я бы так сказала. Или можно вбить Hobby Core, и он вам тоже выдаст, ну, похожие наклеечки. В принципе, не будет небольшой разницы. И вот здесь есть как раз вот уже готовые всякие, ну, я не знаю, как сказать, пресет, не пресет. В общем, вы их можете вот использовать, вдруг для вас это будет полезно, вы об этом не знали. Если знали, то молодцы. Итак, следующее приложение InShot я им пользуюсь буквально каждый день, потому что я каждый день что-нибудь дообрабатываю. Либо это несложный монтаж видео, например, для того же TikTok или там для Stories. То есть, когда нужно сделать какие-то не очень мудреные нарезочки для видео, или иногда делаю эдиты, вот я использую это приложение. И также в этом видео я ставлю кредиты на свои фотографии, то есть, да, свои никнеймы для фото в Instagram, потому что все-таки мои фотографии, мои рисунки, мои работы воруют. Поэтому приходится как бы везде ставить. Итак, следующее приложение снова. Я им пользуюсь как раз с того периода, как я стал увлекаться кей-поп, а именно с конца 2017 года. Там постоянно вечно разные фильтры. И сейчас у него плюс в том, что вы можете обрабатывать уже готовые фото и видео. Если раньше только было в режиме онлайн-съемки, грубо говоря, то сейчас даже уже в готовом видео можно применять всякие классные эффектики. Потому что раньше, например, этого было делать нельзя. Сейчас уже, как вы видите, можно. Следующее приложение для обработки фото у меня Lightroom. И оно как раз основное приложение, где я обрабатываю все свои фото в Instagram. Здесь нет особо никаких фильтров. Я все, грубо говоря, подгоняю вручную. И свет, и контрастность, и температуру, и подгоняю там цвета по-всякому разные. И стараюсь просто в одной цветовой гамме делать обработку фото, чтобы в Instagram более-менее это смотрелось гармонично. Хотя я не веду Instagram в каком-то либо стиле. Просто обрабатываю, как мне это нравится. И вот у меня тут очень-очень много фото для обработки. 90% из них, которые я как бы не выкладываю в Instagram, потому что я никогда не могу определиться, что мне нравится. Так, это приложение мы особо не пользуюсь. У меня было два приложения для Instagram. Одно из них это подсказывало, когда мне в какое время лучше всего опубликовать фотографии. А вторая мне подсказывала, что она мне подсказывала. Она мне помогала как раз подгонять фотографии. Подходит она мне по стилю в Instagram или нет. То есть ты мог там компоновать фотографии, чтобы потом в будущем их выложить в Instagram. И эти два приложения, как назло, у меня перестали работать. Я искала аналоги, но это все не то. Так что забыли и проехали. Следующее приложение тоже очень популярное. Я не знаю, как оно считается. Я читаю по-русски. Преквель. Все, пока. Вот как раз здесь я добавляю этот классный эффект вот этих блестяшек. Называется эффект диска. И вот в TikTok или в Stories я использую вот эти фильтры, где имитация, да, что все блестит и светится. Конечно, большинство из этих приложений с платной подпиской, но мне в принципе хватает тех плюшек, которые предоставляются бесплатно. Еще тут классные фильтры, тоже их использую для обработки видео. Вот этот Retro или как он? VHC называется. Ну прикольно, мне в принципе нравится. Следующее приложение это Line Camera. Здесь я только чуть-чуть сглаживаю тон лица. Если я делаю селфи или там на обложке видео, я совсем чуть-чуть стараюсь немножко сгладить свое лицо, потому что оно как бы мне, к сожалению, не идеальное. Больше я никаких там махинаций со своим лицом не делаю, потому что я не вижу в этом смысла, зачем я буду обманывать вас и в первую очередь себя, если я знаю, что выгляжу не так. Следующее приложение Snapseed. Тоже, наверное, большинство из вас про это приложение знает. Сейчас я в нем только делаю несколько шагов. Это либо я поправляю перспективу, либо использую функцию, когда нужно замазать какие-то тоже неровности, неточности. Если там, знаете, у меня на черной кофте волосинка я замажу, или если какая-то складочка на ткани мне не нравится, и я тоже ее замазываю. Следующее приложение это Chromic. Здесь я пользуюсь только одним фильтром, вот таким, и то оно только для видео. Фотографии с таким фильтром вы не обработаете, мне просто нравится такой эффект. Такая цветокоррекция одно время была модна, особенно в том или позатом году, хотя мне до сих пор нравится такая цветокоррекция. Это коррекция, можно использовать для сториз инстаграма, или еще для каких-нибудь видео. Здесь три приложения, которые пользуюсь очень редко. Это замена цвета, вы можете там что-то перекрасить, но знаете, что-то такое не очень серьезное, если хотите, знаете, немножко тон неба поменять. Если у вас белые волосы, вы хотите их в черные покрасить, то вот этот вариант не прокатит. Makeup Plus. Тоже редко им пользуюсь. Тоже иногда балуюсь, когда хочу видеть себя немножко посимпатичнее, иногда балуюсь, там, обрабатываю свое фото, но тоже так. Приложение Video Lab называется. Это приложение для монтажа видео. Очень редко пользуюсь. Ну и нижняя графа, это, наверное, тот участок телефона, который у меня затыкан больше всего, потому что здесь у меня находится приложение, которым я очень-очень, ну, почти часто пользуюсь. Чаще всего, конечно, это Twitter, Instagram, Safari, да, ну, конечно, всегда мне надо что-то поискать. Twitter, очень часто я сижу в Twitter, я просто бесконечный затрот, я там вечно, но и про свою убогую жизнь. И вообще в Twitter я сижу именно из-за K-pop мальчиков, как ни странно, и в частности из-за BTS, потому что все последние новости, все вбросы, как раз-таки они выкладывают в Twitter, и я всегда в курсе, когда они дропают всякие микстейпы, клипы, камбэки и все такое. Так, ну, ВКонтакте здесь все понятно, если честно, я не так часто в нем сижу, либо я переписываю с кем-то из знакомых или из своих родных, либо, например, как сейчас, в последнее время я участвую в всяких разборах коллективок, либо я читаю переводы каких-то тех же постов из Twitter, да, ну, в Twitter ты там много чего не напишешь, а в пабликах ВКонтакте, да, есть какие-то переводы крупных постов, статей, тоже связанные с K-pop тематикой и все такое. Последнее приложение это Instagram, который является, ну, можно так сказать, частью моей работы, потому что у меня есть три Instagram, один личный Instagram, кстати, можете на него подписаться, потому что я очень хочу набрать там тысячу подписчиков, вот единственный у меня профиль, который без тысячи подписчиков. Второй Instagram это мой мини-магазинчик, точнее, это был как творческий Instagram первоначальный, я там рисовала всякие арты и портреты, потом я стала делать брелки. И третий Instagram у меня, я его веду чисто для себя, всякие фотографирую раскладочки. Я его начала вести чисто для себя, как коллекционер мерча. И, господи, какое-то зловещее число подписчиков, срочно исправляйте это как-нибудь. Я не знаю, зачем мне так много профилей, просто я хотела как-то все организовать, а в итоге, знаете, какая-то каша, и я теперь разрываюсь между тремя Instagram'ами. А объединять в одно тоже как-то не хочется, потому что, ну, хочется вот разъединять эти все три моих сферы жизни, скажем так, да. Да, Хана Монтана пела «Я живу две жизни», а я вот живу три жизни, как вы видите. Итак, теперь мы, наконец, перебрались на вторую страницу. Да, здесь хоть и гораздо больше приложений на первый взгляд, но я постараюсь обо всем этом рассказать гораздо быстрее, чем про первую страницу, потому что здесь они такие. Я ими не каждый день пользуюсь, если честно. Итак, первая папочка – утилиты. Здесь стандартные приложения iPhone, которыми я практически не пользуюсь. Часть из них, по-моему, можно удалить, часть из них нет, но мне как-то все равно, как бы пусть тут они у меня и находятся. Вторая папочка называется «Фолдер». Автоматически, видимо, iPhone дал ей такое название. Я здесь, если честно, ничего не организовывала. Вот здесь все как запихала в одну папку, вот как у меня так есть, так я этим на автомате пользуюсь. То есть я автоматически захожу и помню, где какое приложение приблизительно расположено. Первое, что у меня здесь – «Сбербанк», потом «Спасибо» от «Сбербанка», «Мегафон», «Ватсап», «Ватсап», что я в нем делаю? Да ничего, практически в нем не делаю. Следующее – это «Яндекс.Метро». Тоже удобно пользоваться, когда в Москве или в Питере, да, сейчас как бы я никуда не езжу. Это очень печально. Так, Telegram. Telegram я особым часто не пользуюсь. Единственное, что я здесь использую – это «Всратослав». Это бот мемов. Я не знаю, есть ли на него ссылка или нет. Просто погуглите, в общем, ты сюда рандомно загружаешь какие-то картинки. Просто любые. Ну, как правило, я стараюсь загружать в BTS, чтобы были какие-то смешные мемочки. В общем, он как-то автоматически генерирует под эти фотографии смешные фразы, из которых, знаете, я каждый раз дико рупочек. Это даже с этого почему-то мне смешно. Тут, конечно, нецензурная лексика. Но, в общем, если любите сохранять своих кип-поп мальчиков и в качестве мемов, то вот можете пользоваться вот этим «Всратославом». Так, дальше у меня Gmail. Gmail у меня как бы аккаунт на YouTube, да, через Gmail. Ну, потому что Google и YouTube – это одно единое, ну, как сказать. Они, в общем, между собой связаны. И, в общем, на Gmail мне каждая приходит, да, какие-нибудь сообщения о том, что «Здравствуйте, Анетта, вы снова нарушили авторские права, поэтому вам даю по жопке. Все деньги с просмотра вашего видео уйдут Бигхиту в карман». Я говорю «Спасибо, могли не напоминать мне об этом». Следующее приложение «Clone». Ну, как бы девочки об этом знают, да, чтобы отслеживать свой цикл. И, ну, следующий это «Рост Телекома», это, как бы, интернет и телефон и все такое. Вторая папочка. Телефон ее назвал «Финансы». Ну, как бы, не знаю, за чего он ее так назвал. Приложение PayPal. Я через него оплачиваю покупки на eBay, на K-Pop Town. В общем, где оплата долларами, да, то я оплачиваю им. Очень удобное, кстати, приложение. А также мне оплачивают иностранные заказчицы, да, которые заказывают у меня брелки. То, как бы, они мне долларами оплачивают эти, собственно, брелочки. Мне это на все счет PayPal приходит. Google Переводчик тоже пользуюсь им очень часто, потому что мой английский оставляет желать все лучшего. И, как бы, частенько приходится им пользоваться, когда, например, принимаю заказы брелков. Tumblr раньше очень часто пользовалась, но сейчас он просто перестал работать. То ли, я не знаю, с чем это связано. То ли его у нас в России запретили, то ли что-то такое, то ли его через VPN только надо использовать. Не знаю. Раньше часто там сидела, всякие гифки загружала с всякими разными сериалами. Там и Гли, и с фильмами Marvel, и с Ван Ди, и с Флаутбой, и с Сосами. В общем, с кем только не грузила. Сейчас я так просто иногда ищу там оформление в Твиттере. YouTube Studio — это приложение для YouTube, приложение для ютуберов, я бы так сказала, потому что здесь ты можешь смотреть аналитику своего канала, который у меня оставляет желать лучшего, там, читать комментарии, смотреть, сколько у тебя там просмотра. В общем, это очень удобно, потому что в приложении YouTube это делать, к сожалению, нельзя. Aviasales — я им не пользуюсь, я его скачивала в январе-феврале с надеждой на то, что я как бы летом полечу куда-нибудь в Европу на какой-нибудь концерт, да, полетала. Спасибо. Facebook — этим приложением я тоже не пользуюсь часто, но благодаря его профилю, ну, профилю Facebook, я могу регистрироваться или входить на какие-то сайты или приложения. Например, на V-Life, чтобы мне не регистрироваться с нуля, я могу просто через страницу Facebook авторизоваться. Там, надеюсь, правильно произнесла я это слово. Ну, и еще в Facebook, BTS и BigHit выгружают сюда всякий тоже эксклюзивный контент в виде фотографий. То есть, как правило, вот именно только сюда они эти фото выгружают, да, например, поскольку сейчас феста, они сюда сливают вот эти фотографии. Поэтому, если вы видите там в Твиттере, ВКонтакте фотографии, не знаете, откуда они взялись. Вот наверняка из Facebook. И тоже фотографии ко дню рождения мембров они сюда выкладывают. Ну, короче, вот это все. Вот их официальная страница, так что можете как бы вот найти ее и подписаться или поставить лайк. Точнее, там нет подписки, там, по-моему, лайк надо ставить. Так, Google Maps, да, периодически тоже использую. Сейчас нет, поскольку я никуда не езжу. И Shazam, ну, здесь все понятно, музычку иногда ищу. Следующая папочка называется Folder. Тут тоже всякие рандомные приложения, и почему-то они все сочетаются по цветам. Алиэкспресс, ну, здесь, понятно, я заказываю иногда что-то с Алиэкспресс. Приложение Одноклассники, вы, наверное, удивитесь, типа, что ты там забыла? Тоже маленький лайфхак для ARMY. Я, конечно, не сторонник этого, но есть очень много платного контента, да, с BTS, например, или с какими-то другими кей-поп-шоу. И, как правило, во-первых, их либо нету в свободном доступе, либо они еще на английском языке. У нас многие, да, кто переводит какие-либо шоу, там, те же Run BTS, ну, ладно, Run BTS, там и V-Life можно переводить. Там, например, Winter Package, Bon Voyage, какие-то DVD, Master и все такое. Вот, как правило, это все сливают в Одноклассники, потому что никто про эту соцсеть из иностранцев не знает, особенно BigHit. И все это сливают сюда, и как с английскими субтитрами, и с русскими субтитрами. Даже можно найти там всякими турецкими субтитрами, испанскими, итальянскими. То есть иностранная армия тоже в курсе про Одноклассники, и сюда сливают этот контент. И это, конечно, не очень есть хорошо, но вы сами прекрасно понимаете, да, что невозможно купить весь платный контент, особенно BTS. Если ты будешь каждый концерт или каждый эпизод Bon Voyage покупать, там тебе выйдет во столько, блин, тысяч, я не знаю, страшно представить. Дальше киви очень редко им пользуюсь, вообще мне не нравится киви, но просто пару раз мои заказчицы оплачивали мне брелочки, заказывая, когда заказывали, именно через киви. Озон иногда здесь заказываю что-нибудь, Почта Россия, отслеживаю я здесь свои посылки и посылки заказчиц, чтобы быть в курсе вообще, куда мчатся мои брелки. И в приложении eBay тоже там заказываю что-нибудь, связанное с кей-поп, либо альбомы, или какой-то мерч, который очень сложно найти где-либо. Вот, например, я себе ободочек от BC201, с чем я покупала на eBay, или иногда заказываю там фотокарточки, и сейчас я там, к сожалению, ничего не могу заказать, потому что либо доставка дорогая, либо ее нет в мою страну. Ну вот, я себе как-то заказала карты Джина и Хасока из второй версии семерки, и, к сожалению, они ко мне так и не пришли, но мне, правда, вернули деньги, но просто обидно. Вконтакте просто я боюсь покупать, хоть там и дешевле, но что-то, знаете, как-то мошенничество очень нынче много. Кажется, когда я долго говорю, мне начинает садиться голос. Следующее приложение, это SmartySale, это кэшбэк-сервис. Это не реклама, просто получилось так, что пользуемся этим приложением. Steps, тут как бы я смотрю, сколько шагов за день я прошла, но, видимо, сегодня я нифига не прошла, потому что я сидела дома. SoundCloud, это приложение тоже полезно для армии, я думаю, потому что, например, Бонтан, если что-то выгружает, какую-то музыку, грубо говоря, не для коммерческого использования, то они выгружают ее на SoundCloud, если, например, это касается Фесты, да, Ченгук, когда выпустил песню, первый источник, на который они выкладывают, это SoundCloud, да, вот песню Steel Vizio. Он выпустил, то есть, в первую очередь, выкладывается на SoundCloud. И микс-тейпы, кстати, тоже в первую очередь выкладываются сюда. Но осталось у нас две папочки, ребята, мы уже идем с вами к финишной прямой. Здесь называется папка фото-видео, но здесь не так часто я этими приложениями пользуюсь. Это приложение, я в нем делаю калаш из видео, именно не из фото, а из видео, иногда есть такая необходимость. Молли Кам, здесь можно делать фото в стиле полароида. Приложение One to Post, вот как раз то приложение, которое подсказывает тебе, какое время для твоего профиля лучше публиковать фотографии, но что-то оно у меня не фурочит совсем. Фоллоуэрис, тут я слежу, кто от меня отписался в Твиттере. Есть такие приложения для Инстаграма, но мне плевать, кто от меня отписался в Инстаграме, потому что я не так много на кого подписываюсь, в Твиттере как-то я делаю это чаще, но иногда я всех отслежу и от всех тоже могу взаимно, если что, отписаться. 8 мм, купила это приложение как-то года полтора назад ради одного фильтра, которым я практически не пользуюсь, просто клоуниха года. Ремини приложение. Классное приложение, оно помогает, тут, например, пример фотографии, реанимировать фотографию, если она в плохом качестве. Если вы видите улучшенные обработанные фото BTS в улучшенном качестве, вот это приложение используют. И теперь мы добрались до самого главного, ну как самое главное, просто папочка K-pop. Здесь, наверное, ничего особенного, ничего нового я для вас не открою. Как вы видите, здесь есть приложение TikTok, в котором, если честно, я не так часто сижу, но поскольку там тоже есть и BTS, и TXT, и многие другие K-pop группы, то я решила его скачать, чтобы иногда смотреть эти очень важные TikTok в моей жизни, или, например, когда был камбэк, да, BTS, с песней On, они кусочек песни решили выложить именно в TikTok. Хотя это была очень ужасная идея, TikTok просто сломался тогда. И так далее, Reverse Shop, ну, Reverse Shop, я не знаю, как он только не назывался, и BTS Shop, и Big Hit Shop, и Viply, сейчас называется Reverse Shop, и там представлены сейчас такие артисты, как BTS, TXT, GFriend и Seventeen, потому что GFriend и Seventeen сейчас относятся частично к Big Hit, точнее, у них агентство, они теперь как дочерние компании Big Hit, что-то такое. Поэтому все эти артисты сейчас там. Ну, на Reverse сейчас, кстати, по-моему, нету доставки в России, или не на все товары, и я очень редко что напрямую там заказываю, потому что страшно представить, сколько сейчас там доставка, и там удобнее заказывать, если это какая-то коллективка. Reverse, Reverse тоже, я думаю, все армии знают, что это такое. Это, скажем так, обновленный фан-кафе, где BTS все так же отвечают в 90% случаев только корейским армии. Здесь также те же самые артисты, что и здесь, да, BTS, TXT, GFriend и Seventeen. У меня Reverse просто ужасно работает, я иногда думала, что у меня плохой интернет, но все остальные приложения у меня работают. Reverse, он ничего не грузит у меня никогда, даже имея членство, да, мембершип и доступ к платному контенту. Он мне этот контент платный ни хрена не открывает, я его в итоге на сторонних источниках, как бы, нахожу, изучаю, и в обычном режиме он мне не работает, а если там в 2-3 часа ночи зайдет туда на Reverse, то все, пиши пропал, просто можно на Reverse даже не заходить, потому что он тупо не будет фуричить. Предпоследнее приложение это V-Life, тоже, я думаю, большинство людей, которые увлекаются кей-поп про него знают, здесь проводятся трансляции чего только угодно, и премии, и каждая группа, да, у них есть свой профиль, и они проводят здесь и трансляции, и есть всякие различные шоу, и дэнс-практики, и также сюда и сами клипы сливаются, и, я не знаю, и Bon Voyage, и Run BTS, и тут чего только нету, просто бесконечное количество. Но это у меня лента из тех, на кого я подписана, мне, как правило, миллион оповещений от V-Life, и я каждый раз их шугаюсь, потому что за всеми трансляциями уследить просто нереально. Фух, ну и, конечно, мы с вами добрались до последнего приложения, это BTS Official Army Bomb, просто самое необходимое приложение в вашей жизни. Нет, конечно же. Это приложение для тех, у кого есть Army Bomb, те, кто смотрел распаковку на Army Bomb, тоже постараюсь здесь оставить подсказку в описании, то как раз через это приложение и подключается бомбочка, точнее, через это приложение вы можете менять цвет, и есть как бы self-mod, когда вы можете сами там у себя шейкер-шейкер-потимейкер, в общем, вечеринку устроить, либо когда вы находитесь на концерте, то включаете этот режим, и на концерте там уже все синхронизируется, и дискотека из Army Bomb. Фух, на это у меня все. А здесь у меня приложение Asos, ну, потому что я тоже периодически с него что-то заказываю. И на этом я вам все показала, все, что находится в моем телефоне, всю подноготную, просто, мне кажется, я всю себя вам отдала, и надеюсь, что-то из этого вам пригодилось. Я уже буду заканчивать свое видео, большое спасибо, что вы досмотрели его до конца, надеюсь, оно вам было интересным, и я также надеюсь, что какие-то из этих предложений вам окажутся все-таки полезными, может, вы тут нашли то, что так долго искали, и если это так, то не забывайте ставить пальчик вверх, а также подписывайтесь на мой канал, также можете посмотреть мои предыдущие видео, различные DIY, реакции, распаковочки, обзоры покупочек, и всему тому подобное. Также можете написать под видео топ-3 приложений, которые вы пользуетесь чаще всего. У меня, наверное, это будет очень стандартно, это YouTube, Instagram и Twitter. Ну, и еще, наверное, этот бум ВКонтакте, который топ-4 получается. Так что, да, я буду с вами уже прощаться, мы увидимся с вами совсем-совсем скоро, всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!